Русская зима предстала во всей красе на прошлой неделе. Этот морозный отрезок позволил восстановить многие катки в нашем округе после небольшой оттепели и последующих снегопадов. Сотрудники администрации округа выборочно проверили, как была проведена работа. Мы уже объехали около 10 катков совместно с коллегами из общественной палаты. Снег практически везде расчищен. Сегодня также с учетом морозной погоды проводятся работы по дозаливке льда и повышению его качества. Все катки готовы работать. Стадион Горняк тоже открывает свои двери для массового катания. Вся информация будет размещена на сайтах учреждений, в соответствующих чатах, в средствах массовой информации. Также в микрорайоне Лопатинский ждет хоккеистов. Площадка на улице Центральная. В отличие от большинства уличных катков здесь есть даже разметка, что добавит удовольствие от игры, а еще позволит провести турнир по всем правилам. Наконец-то удалось залить каток в микрорайоне Фетровая фабрика. Это особенное место для округа в свете истории хоккея. Здесь играли братья Квартального, Валерий Зилипукин, Александр Чербаев. А теперь можете и вы. Заливать было, конечно, сложно. Я первый раз с этим столкнулся. Никогда этим раньше не занимался. Ну, принцип процесс интересный. Ну, на самом деле, я так понимаю, лет надо чувствовать. Каждая заливка – это 2-3 миллиметра всего на себя. Надо 25-30 сантиметров на минуточку. И нужны хотя бы морозы. Ухаживать за катком приходится любителям хоккея. Как и заливать его Сергей Козлов – просто неравнодушный человек и активист. Если вы проживаете в этом районе, помогите ему, не стесняйтесь. Пока у Фетровского катка нет городского обслуживания. Самый элитный лед там, где есть инфраструктура. Это центр города. Зима удалась. Я считаю, что очень хорошая для желающих заниматься спортом именно в зимнее время. Сознанно, я считаю, очень хорошие условия для всех. Потому что к нам сюда очень много приходит людей с всеми местами. Здесь в основном играют хоккеисты, те, кто занимается шайбой. Здесь на другом льду занимаются у нас те, кто хочет просто покататься. Погода позволяет. Поэтому сейчас, я думаю, шикарные условия просто заниматься. Представители общественной палаты также участвовали в осмотре. Вместе с ними в рамках партийного проекта «Единой России» действовали депутаты этой фракции. Проверили качество льда, наличие раздевалок и их состояние, наличие освещения. Лед изумительный. Кататься не только можно, но и нужно. И сразу скажу, скажем, несколько правил. То есть по закону о тишине и так далее, у нас можно кататься именно до 22.00. Вот если берем химик, здесь есть и раздевалка, которая открыта до 22.00, горит свет. И катание разрешается так же, как я уже говорил, до 10 вечера. Приглашаем жителей на воскресенский лед. Ловите момент и наслаждайтесь истинной зимой. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.